Танго Несколько слов про мое отношение относительно противостояния между аргентинским танго и танго-нуэлла. Дело в том, что я очень люблю танго и очень трепетно отношусь к танго вообще, как и к феномену социальному и как к танцу. Но, знаете, как можно, такой пример похожий на то, как можно любить Родину, любить Бога, но всегда есть какие-то определенные люди, которые пытаются быть твоим что-то вроде посредником, и они говорят, мы тебя научим, как нужно любить Родину или научим, как там любить Бога. Возможно, для кого-то эти люди нужны, и для многих, даже для большинства людей, эти люди являются проводниками к вере или к патриотизму и так далее. Но дело в том, что вполне можно любить Родину и Бога, и танго, не обращаясь напрямую к этим людям, которые будут растолковывать мне зачем, что и как. Я относительно танго и относительно хореографии и танца в целом очень много разных людей слышал, общался, много кого занимался, много с кем из великих, на мой взгляд, танцоров общался в реальной жизни, вне пределов мастер-классов. И мое вот это понимание танца в целом, с глобальной точки зрения, строится на общих, ну как бы универсальных законах. И исходя из этих универсальных законов, я уже начинаю выстраивать тот образ, который есть. Так вот, возвращаясь к танго. Танго в глобальном смысле, оно как бы появилось и существовало вначале как мейнстрим направление. Это была модная музыка, это была популярная музыка, это музыка, которая была экспериментальная. И люди, которые делали аргентинской танго и вообще любое танго в свое время, те, кто действительно имеет отношение к его появлению и развитию, они точно не были людьми, которые следовали каким-то канонам и сидели и говорили, это должно быть так. Нет. Всегда все новое и в танцах, и в музыке появляется через, да, в определенном смысле через противостояние, но это всегда должно быть как бы прорываться вперед. Сейчас же традиционная танго, аргентинская танго, в отличие от танго Муэва, оно скатилось к тому, что есть какие-то определенные шаблоны. Люди начинают говорить, что вот есть там каноны, по этим канонам нужно... Ребята, вы к этим канонам не имеете никакого отношения, вам эти каноны, возможно, передали как вспомогательные конструкции, там, да, великие люди. Но танец, если вы будете двигаться по этому принципу, то он превратится просто в спортивные байные танцы. Все великие, в основном, танцоры спортивных байных танцев, которые, там, сейчас 150-миллионные копии, они все станцевали, все самое основное, 20-30 лет назад. То же самое происходит сейчас с традиционным аргентинским танго. Все соревнования, там, по сценарию, большинство, там, выступлений, мастер-классов, это просто дублирование реальности. Но вот такого продвижения или новаторства, ну, в хореографии его там вообще очень-очень мало. Мне хочется видеть больше, мне хочется видеть то, что танец куда-то развивается, куда-то растет. Иначе, правда, вы превратитесь, ну, как бы, традиционный танго превратится просто-напросто в ретро-танец, который будет танцеваться только вот так и никак по-другому, там, как венский вальс. Мощной движущей силой любого танцевального направления всегда является музыка. Черпать вдохновение для музыки только в музыке, которая была написана, там, 50, 60, 70 лет назад, да, я согласен с мнением, то, что хорошая музыка не бывает, там, старая, новая. Хорошая музыка, она хороша всегда. Но настолько, как бы, замыкаться на этом и говорить то, что это, как бы, ну, не то, это, мне кажется, это просто очень сильно ограничивает самих себя. Люди, которые очень сильно сейчас держатся за идею аргентинского танго, они, как бы, сводятся к нескольким, как бы, простым формам. То есть, это есть все люди, кто пытается монополизировать и сказать, только я, как бы, ну, знаю, какое танго правильное. И все остальное, это все это неправильное. И понятно то, что если вся музыка уже написана, все под нее уже изобретено, понятно, никто вас никуда не сместит в сторону. Все будут танцевать то, что уже, там, придумано, то, что уже, там, исчерпано, то, что сделано другими, другими гениальными танцорами, которые были, ну, как бы, до этого, либо которые сейчас, там, совсем взрослые. Тем не менее, вот эта новая музыка, она необходима для того, чтобы искать новые смыслы. Мне, как бы, как человеку, который очень, ну, вы догадываетесь и знаете об этом, я очень люблю танго-нуэлла. Мне, как бы, говорят, то, что то, что ты танцуешь, это не танго. А, окей, хорошо. Но как только наступит момент, и как мне некоторые предлагают, достаточно регулярно предлагают, такие, Паш, что ты заморачиваешься, скажи то, что ты танцуешь не танго, танцуй что-то другое. Хорошо, но как только, если я скажу то, что я танцую, там, не танго, или вот то, что мои экспериментирования, то есть это не является танго, сразу же в этот же момент прибежит такая же толпа людей, которые будут мне говорить то, что, Паш, ты танцуешь вот наше танго, а называешь это чем-то другим. Ребят, то, что я делаю, это и есть танго-нуэлла, это танго. Потому что, в первую очередь, самый главный критерий, который я для этого использую, и, соответственно, вы, если чуть-чуть разбираетесь, опять же, в хореографии, то я использую сто процентов лексику аргентинского танго. Ну, там, хорошо, танго-нуэлла, если мы не хотим привязываться к конкретной стране. Это лексика танго-нуэлла, но это лексика танго-нуэлла в современном звучании. Соответственно, если вы как будто бы слушаете, например, там, мелодии Битлз, но как бы как варианты кавер. От того, что это кавер, это не перестает быть музыкой Битлз, это не перестает там быть великой музыкой. Да, это как бы, ну, великий, очень крутой, самый продвинутый, самый глубокий парный танец, который существует. Но если я его танцую под современную музыку, используя эту же лексику, конечно же, он будет смотреться по-другому и звучать иначе. Но это точно останется танго, и это будет танго-нуэлла. В заключении, соответственно, что я хочу вообще в целом по всему этому поводу, опять же, резюмировать. То, что аргентинское танго мне очень нравится. Мне нравится оно и своими корнями, мне нравится оно своей идеологией, мне нравится во многом идеологией сообщества, очень нравится. Но мне не нравятся люди, которые внутри этого сообщества пытаются монополизировать какие-то вещи, которые все-таки являются спорными и являются не столь однозначными. Вы не сможете монополизировать и сказать только то, что танго – это только вот мое. Это мне не нравится в традиционном танго. А сам танец я очень люблю. И вам рекомендую тоже его изучать, любить. И тогда у вас будет очень хорошее и традиционное танго, и танго-нуэлла. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok